Друзья, всем доброго здоровья! Сегодня мы в предвкушении Рождества Христова И я хотел поделиться одним очень интересным рецептом Ну, таким кулинарным Таких вкусняшек Которые, значит, мы делали в детстве Ну, наша мама делала, точнее Вот, и почему-то интересно, что Может быть, потому что мы были маленькие Это как-то сильно так запомнилось И праздник именно чувствовался всегда Вот с этим кулинарным шедевром, так скажем Вообще, у нас у православных есть посты Вот, и как-то праздники, например Ну, такие крупные, как Рождество, Пасха Они переживаются как-то более радостно Почему? Потому что тело очень связано сильно с душою Значит, человек постится Вот, и потом приходит праздник И, значит, православный люд Разговляется Вот, скоромная пища на столе И как-то такая, ну, получается, двойная радость, что ли Вот, и, соответственно, это запоминается Особенно вот в детском возрасте Итак, мы сегодня говорим об орешках Вкусные орешки Пекут их специальными такими орешницами Рецепт я напишу в описании обязательно А теперь быстренько, значит, пробежимся Что для этого нужно? Делаем все по рецепту Точнее, ну, все по науке У меня тут тетрадка есть записана Значит, Господи, благослови Все, все с молитвой Два яйца требуется для этого Одно яйцо уже разбил Второе Разбиваем Требуется для этого Масла Значит, раньше, помню, мама В то, в советское время, в старинное Как-то использовала маргарин Может быть, он тогда был хороший, я не знаю Вот, но сейчас маргарин использовать Я думаю, вообще-то, ну, будет неправильно Какой-то растительный, там, непонятно из чего сделанный Мы используем сливочное масло деревенское Соответственно, вот у меня написано 250 грамм маргарина Но масла не надо столько много Я масло вообще использовал Где-то, стремлюсь, там, 180 грамм, например 150-180 Ну, вот, у меня тут два кусочка есть Я буду делать два замеса Один у меня вот 190 получился Значит, это масло Я сейчас поставлю на плитку Его нужно растопить На медленном огне У нас есть соль У нас есть чуть-чуть сода Сода я тоже покажу, как ее делать Есть сахар Когда мы все это замешаем Муку мы добавляем в самую последнюю очередь Вот Был у меня рецепт, значит, где я помню Самый первый раз, когда делал По рецепту добавил 3, там, стакана муки, по-моему И у меня как-то получилось, по-моему, слишком густо Вот Поэтому здесь добавляем муки сами На глаз Размешиваем Чтобы такая была не жидкая и не мягкая Ну, как тесто, что ли Так, с сахаром понятно Одна-вторая стакана сюда высыпаем Соли мы одна-вторая чайной ложки делаем Ну, где-то, я не знаю Можно вот так вот соли добавляем Вот у меня написано соды Одна-четвертая чайной ложки соды Чуть-чуть лимонки Ну, вот я примерно тут так набрал Лимоночку вот сюда вот сыпем Вот тоже Значит, она должна загасить Все Теперь надо это загасить Кипяченой водичкой Немножко, буквально Вот так вот, раз И ножичком можно чуть-чуть помочь Тут вот все-все-все Вот это вот добро перемешать Теперь все это сюда высыпаем Это все нужно для теста, в общем Тем временем у нас маслечко уже Значит, тает потихонечку То есть я сейчас поломаю Очень аккуратно, чтобы она нет И ничего не выскочило тут Вот мы растопили маслечко Выливаем И сейчас я все еще делу Размешаю Вот так вы узнаете Откуда появляются Такие вкусные орешки Вот теперь, когда я размешал Добавляем муку Сейчас, конечно, тут на стол натрясем Но это ладно Это потом Но я прям безбоязненно Первый раз Сыплю столько Потом размешаю Потом разберусь еще сколько надо Значит, смотрите Вот получилось вот такое тесто Но оно еще сыровато Для того, чтобы мне лепить вот такие маленькие шарики Сейчас потом покажу То есть я сюда добавляю еще немножко На глаз муки Я немножечко пересыпал муки Ну и буквально чуть-чуть Вот, хорошо размешал И вот, значит У нас должно Вот, в принципе Вот нормально все получается Вот тесто примерно такое вот и должно быть Идем дальше Итак, мы приступили ко второму плану Нашего Нашей выпечки Значит, что для этого нужно Вот такая шишница Советских времен Я не знаю Наверное, может быть, современные есть А может быть, нету Вот они, такие шишки Значит, для этого вот еще нужна плитка Самая какая-то убитая Самая плохая плитка Я вот нашел у себя какую-то такую страшную Страшную-пристрашную Почему? Потому что когда мы сейчас будем делать Сейчас будет жир там вытекать Ну, этот масло в смысле Все такое Все тут будет дымно Ставим ее Нагреваем сначала Чтобы она была Нагрета Ну, я не знаю Минут 10, может быть Вот Просто подождать ее Вот так погреть Потом перевернуть ее Вот так погреть Вот А потом, значит Пока она греется Я делаю заготовки Делаю вот такие шарики Вот Для чего у меня Вот это вот маслечко С диском Потом, когда Буду убирать Чуть-чуть буду смазывать Для того, чтобы они легче Отлетать Я еще что хотел сказать То, что вот У нас вот эта шишница Есть орешница тоже И Всегда это делали Ну, помню Вот на Пасху, например У нас Или на Рождество Это было, конечно Ну, как это блюдо Не назовешь Это выпечка такая Как вот пирожные какие-то Вот, то есть Такое Знаковая такая Вкусняшка Праздника Обязательно она была И делали ее в бане Мама замешивала тесто Вот так вот нам отдавала Все И мы уже шли Значит Так одеваешься туда И идешь там Баньку потопишь Просто потому что Дома не пекли Потому что Будет дым Ити И Как бы Ну, все это потом пропахнет Там не очень все это Вот, поэтому где-то В каком-то помещении Вперед баннике Там, или еще где-то Делали мы Было, даже когда Вот зимой Если ты в бане Там чуть-чуть потопишь И делаешь Прям В общем Целую партию Такую сделаешь Целое задание Так радостно И Третий момент Будем Третья стадия Это Начинка Ну, мы ее До нее мы дойдем Я же забыл сказать Что Пока мы тут делаем орешки Собственно Мы уже это заранее сделали Нужно поставить Сгущенку Обычную сгущенку В железных банках Отварить Потому что Мы же будем начинять Наши орешки Вареной сгущенкой Вот То есть Обычно Всегда это делали заранее Там Хоть за день Хоть за два Там Две-три банки Поставил Они варятся Там Я не знаю Сколько Часа Три-четыре Вот И все А потом Когда выпекем Уже Все Обработаем Красивенько И тогда Начнем начинять Подождал я пока Они накалятся Ну сейчас посмотрим Может быть она еще Не сильно накалилась Значит первый раз Я промажу Маслечком Чуть-чуть буквально Для того чтобы Они легко Отлипали Потому что Неизвестно что там Ну и закидываем Наши шарики Вот тут уже Просто буквально Наугад Ты понимаешь Какой шарик большой Какой маленький Слишком маленький Делать тоже плохо Слишком большой Тоже не очень Закрываем И ложечка Нужна для того Чтобы Вот я закрываю Вот так И вот она полезла У меня по бокам Видно да Я вот так Раз ложечкой Чик-чик-чик-чик Все Убрал Поставил Значит Долго я не держу Сразу проверяю Оп Видно да Что они еще Не испеклись Значит Обратно Этим Самым я проверяю Буквально Вот Это первые разы Насколько она накалилась Уж что так Неизвестно Вот Ну сейчас еще подожду Какое-то время Время какое-то Посмотрю Потом так же Вот Вверх Низ можно смотреть Итак Смотрим Оп В принципе Уже готово Берем Опа Вот так У нас последний этап Это значит Орешки Сейчас привести В нужный вид Красивенько Их вот так вот Обрезать все не нужно И Начиняем их Вареной сгущенкой Сгущенку мы варили Ну где-то часа Наверное Четыре Такая ювелирная работа Получается Опа Вот такая лялечка Будет у нас На наш праздник Будут и шишки И орешки Все как в лесу Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин